Здорово танкисты, с вами Слим. Сегодня выпуск будет посвящен арте. Это прокачиваемая арта из британской ветки FV304, арта 6 уровня. Данная артиллерия настолько отличается по геймплею, что разработчики даже запилили такую же премиумную на 8 уровне и называется она HMH FV305. Небольшая дальность стрельбы, скорострельность и очень высокая точность. Добавьте сюда еще очень крутую траекторию полета снарядов, благодаря чему арта очень хорошо закидывает свои чемоданы или чемоданчики за укрытие. Это прекрасно видно в этом бою, который проходит на карте Химмельсдорф. Городская карта не особо любимая многими артоводами. Благодаря своей специфике FV304 занимает нестандартные позиции и может наносить урон там, где обычной арте не под силу. Давайте быстренько пробежимся по характеристикам. Данная арта является достаточно быстрой, максимальная скорость вперед 72,4 км в час, максималка назад 14 км в час. Данная арта является достаточно компактной, имеет хорошую маскировку, а обзор получила в 310 метров. Запас прочности в 530 единиц, что позволит вам от одноуровневой техники сдержать пару выстрелов, ну а от восьмерки как минимум одну тычку. За исключением, когда это будет делать восьмерки с высокой альфой. Как и у любой прокачиваемой техники, вам надо будет вывести ее в топ. Особенность топовой пушки в том, что у нее дальность стрельбы меньше, но при этом более высокий разовый урон и пробитие. Пробой 57 мм, альфа 340. Для сравнения, у стоковой пушки пробитие было всего лишь 44 мм, а альфа 280. На самом деле, такие характеристики у этой арты были не всегда. Я думаю, вы помните пресловутый нерв, который превратился немного в ап артиллерии. Он зацепил и эту арту, хотя, как по мне, ее трогать не стоило. Наша среднеуровневая арта получила снижение урона в 20 с чем-то процентов. И скажу, с такими характеристиками бронепробития и разового урона, на этой арте порой не очень прикольно стрелять по твердым целям. Речь идет про восьмые уровни. Стреляя по каким-нибудь тяжам, ОХО, королевским тихрам или советским тяжам, вы часто будете попадать по ним просто без урона. И это порой немножко напрягает. Во всех остальных случаях какой-либо урон вы будете наносить, но, к сожалению, он будет весьма невысоким. А свою пресловутую альфу в 340 единиц вы сможете увидеть по картону и то, при условии, что снаряд залетит куда надо и вашего бронепробития хватит. Обратите внимание, что на топовой пушке нету голдовых снарядов. У нее всего лишь один фугас, соответственно, при игре на этой арте вам придется довольствоваться тем, что есть. Стоковое время перезарядки нашей пушки 6.65 секунды. Но это стоковый показатель. Обязательно устанавливаем на арту орудийный досылатель и улучшенную вентиляцию, дабы снизить нашу перезарядку и повысить ДПМ. Совмещаем все это с доппайком и перками экипажа быстрая перезарядка и прирожденный лидер. Благодаря этому ваша арта станет очень скорострельной и будут частыми ситуации, когда вы сможете давать урон по противнику, сопровождая его сгуслением. И если у такого врага будет долгое время ремонта гуслей, ваша скорострельность поможет вам полностью разобрать его. Потихоньку, каждым выстрелом отнимая хп и продлевая ему гуслю. В третий слот оборудования обязательно устанавливаем усиленные приводы наводки. Кстати, время сведения нашей арты 3.8 секунды. Это для арты очень комфортно, но я все же советовал бы улучшить этот показатель, поставив в третий слот вашей оборудки усиленные приводы наводки. У войны нашего танка минус полтора плюс 46. В целом угол склонения минус полтора вам особо и не нужен. Вы как бы артиллерия и даже если вам придется совершать выстрел вплотную, вы достаточно невысокий танк и особо большого угла склонения вам не надо. А вот такой угол возвышения достаточно полезен, учитывая вашу траекторию полета снарядов. Констатирую тот факт, что на данный момент FV304 это просто прокачиваемая арта, которую стоит пройти и забыть. Да, она имеет необычный геймплей, она по-своему достаточно фанова. Но как по мне в глобальном ребалансе, 304 и тем более 305 арту, которая является премиумной артой 8 уровня, трогать не стоило. Они никогда не отгружали какие-то глобальные большие чемоданы, они не были проблематичными. Да, их скорострельность порой накаляла, но тем не менее в рандоме эти арты никогда очень много урона не наносили. Разве что исключением являются определенные артоводы в определенных боях. На данный момент, если брать ветку британской арты, то именно из-за бишопов FV304 и арты 7 уровня качать конкер и GC не особо-то и охота. Так что на данный момент, так что на данный момент, когда-то фановая арта стала типичным проходным танком, который хочется побыстрее пройти и тут личные резервы или какая-нибудь теория струн вам в помощь. Народ, а у меня на этом все, не забывайте подписываться на канал и прожимайте лайки под видосом. Пишите в комментариях, довольны ли вы нерфом перебалансом арты. Желаю всем удачи в рандоме, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блестящая победа! Субтитры сделал DimaTorzok